на часах 7.30 утра идем на завтрак сегодня насыщенный день в этом выпуске постараемся рассказать вам о том как работает антиковидный протокол ограничений очень много и начнутся они уже завтрака первое что хочется сказать начинается завтрак обед и ужин с базового пакета вот такого для каждого игрока там уже есть вода и после берешь пакет двигаешься к линии раздачи чтобы выбрать то что тебе хочется собрал пакеты вместе с ним в номер завтракать обедать чтобы сказать по поводу завтрака у меня это впервые конечно как такого не было интересный метод такое но что же не делать ради безопасности игроков поэтому что есть что есть то есть так раз будет неделю продолжаться так будем есть потом нормальный режим вернемся не скучно одному завтрак немножко непривычно хочется с кем-то пообщаться поболтать какие-то темы такая ситуация так что надо потерпеть немножко и потом будет все нормально на сегодняшний день все игроки находятся в одноместных номерах никому нельзя проживать вместе значит все питание у нас тоже проходит по номерам то есть игроки приходят собирают себе лошбокс любить номера или питаются лифте можно по двое после завтрака сразу отправились на первую тренировку там тоже много антиковидных мер на катке посмотрим сегодняшний день запрещено абсолютно выходить в это самовольно в город игроки могут только у нас ездить на автобусе ну и также обратно я красиво очень красиво на улице и погода хорошее было теплее но жалко что нельзя погулять посмотреть в центре очень много старых на и таких как старый городок поэтому не нравится но приходится смотреть на это из окна вот мы идем тренировка вон там первая коррекция ледов дворце на льду только игроки без масок а весь тренерский штаб он должен носить маски такой вот антиковидный протокол что официальный приезд по регламенту их афы считается 16 мая по первым двум дням все игроки находятся только в номерах им запрещено выходить из номеров все питание предоставляется к ним номера в течение всех этих дней ребята сдают тесты на ковид андрей несколько слов пока видном протоколе об условиях которые команды ну что сказать видите вид красивый но мы его только из окна наблюдаем из отеля выходить нельзя только автобус арена и обратно автобус номер конечно да нет в любом случае всегда хочется на свежий воздух тут неважно был не был просто не знаю наверно будет с каждым днем все тяжелее с такими правилами с этими правилами два дня придется но я взял несколько книг думаю почитаю может быть что-то посмотрю но как-то как-то буду проводить ну что-то подобно было в прошлом году когда нас закрывали по домам когда первая волна была когда всех контактов закрывали но это там можно было на улицу магазин выйти на 15 минут в масках и сейчас вообще никуда нельзя выходить а 22 дня в номере просидеть ну наверное тоже будет непросто мне кажется как думаешь такие условия они могут сплотить команду или наоборот надеюсь что сплотят но конфликты возможно да по антиковидному протоколу проводят специально собрание сейчас заглянем к стасу посмотрим как это происходит заходим с андреем на тест поедем едем два человека по правилам в лифте больше нельзя сейчас будем сдавать тест андрей какой раз уже мы сдаем ой за последние три дня на 4 вот так вот что это такой вот андрей антонов клеится потом на пробирку вчера сдавали больно было кстати брали только не износа тоже брали да ты уже привык пошел давай хорошо достаточно быстро уже слезы и чихание не вызывает привычка чуть-чуть подснимаю нам надо для отчета ничего страшного есть только один случай когда можно находиться без маски это когда ты один у себя в номере такая возможность будет у каждого из нас на протяжении двух суток но это все позже прямо сейчас заканчивается наш первый день а соответственно и первый выпуск из риги мы хотели рассказать вам в каких условиях находится наша команда в это уникальное время но как говорил андрей антонов такие ограничения должны объединять команду делать нас друг другу ближе вести к новым победам через эти усилия на этом будем прощаться ставьте лайки подписывайтесь на канал